криптограф это человек который придумывает шифры и значит придумывает методы раскрытия шифров это очень сложная наукоемкая деятельность то что сейчас чем вы сейчас будете заниматься это значит деятельность около криптографии такой деятельностью занимаются вообще говоря люди которых называют шифровальщиками шифровальщик это очень ответственная деятельность он значит эксплуатирует шифры а шифры придумывают криптографы но криптография как наука стала развиваться уже ну по-настоящему после войны после великой отечественной войны вот вы ролик только что посмотрели и вы поняли что основная масса шифров которые использовались это были шифры так называемый но разновидности шифров простой замены когда буква либо слова либо группа слов шифр величина заменяется на шифр обозначения как правило значит ну некоторые кодовые группы можно следующий слайд вот там значит на слайдике справа есть значит криптограммки зашифрованные с помощью кодов но и мы увидим что там значит какие-то слова могут заменяться на двузначные группы на четырехзначные трехзначные пятизначные группы понятно да что если у нас имеет место быть двузначные группы то сколько мы с вами обозначений можем заменить на такую группу ну не больше ста правильно 0099 поэтому значит мощность алфавита который мы шифруем с помощью двузначных групп это всего-навсего сто слов сто слов значимых да ну может быть там вот когда взвод в атаке люди и используют сто значимых слов если мы начинаем руководить фронтами нам значимость кодов нужно большее нам надо больше шифров величин научиться отображать с помощью кодов ну следующий слайдик можно вот здесь артиллерийская переговорная таблица ласточка мы видим да что она устроена очень просто значит значимые слова значимые конструкции буквы обозначены кодовыми обозначениями ну и мы видим что таблица составлена очень просто если вам сейчас пришлось бы шифровать по этой таблице у вас не было бы никаких проблем шифровать и расшифровывать по этой таблице у вас не было бы никаких проблем в левой колонке вы бы искали значит шифруемую величину в правой значит шифруем шифро обозначения соответствие между ними устанавливается просто можно значит следующий слайдик пожалуйста значит мы с вами будем разбираться с более сложной переговорной таблицей. Переговорная таблица ПТ-0985АР. АР означает, что она артиллерийская. Я не буду зачитывать весь этот текст, как пользоваться этой таблицей, скажу только следующее. Переверните, пожалуйста, слайдик, будьте добры. У вас в раздаточном материале будет вот эта самая переговорная таблица. Она интересно устроена. Здесь 5 разворотов, 10 строк, 10 столбцов. В каждом из столбиков некая шифруемая величина. Слово-сочетание, слово, из которых составляются наши с вами шифровки. С помощью специальной показательной группы вот отсюда извлекаются шифры величины. Здесь находятся шифры величины. И с помощью этой конструкции создаются соответствующие шифры обозначения. Здесь, значит, в этой таблице 5 разворотов, 10 на 10. Итого, значит, на самом деле вот эта таблица на 500 шифр величин. У этой таблички есть, значит, для того, чтобы каждый разворот обозначить, так называемые клапаны. Видели старые телефонные книжки или там записные книжки, когда, значит, для того, чтобы найти быстро буквку какую-то, ну, нарезается ступеньками странички, и вы просто-напросто отыскиваете буквку, нажимаете на неё и мгновенно открываете разворот. Вот здесь вот эти вот клапаны, которые, значит, заведуют разворотами, на них написаны буковки, значит, это те самые буковки, с которых начинаются шифруемые величины, расположенные на данном развороте. Но клапан, значит, имеет ещё одну, несёт ещё одну нагрузку. Кроме, значит, у нас вот этой вот таблички имеется вот такой вкладыш. Значит, с помощью, значит, показательной группы и вот этого, значит, вкладыша, и вот этого вкладыша, собственно, создаётся, значит, создаётся шифровка. Будьте добры, переверните, пожалуйста, слайдик. Вот, значит, пример мы здесь, значит, будем с вами рассматривать с помощью показательной группы 424, вот она там в верхнем левом углу. Мы будем с вами создавать, значит, мы будем с вами создавать шифровку. Будет шифроваться фраза «Боевой порядок занял в указанном районе», да, вот такую, значит, конструкцию будем шифровать. Ну, откровенно говоря, я не буду вас утомлять, значит, шифрованием всей фразы. Мы зашифруем только первые два слова «Боевой порядок». Значит, посмотрим, да, посмотрим. Оказывается, да, вот если, значит, посмотреть на наш, вот на нашу вот эту таблицу, прямо на первом клапане, прямо на первом клапане находится буква «Б», и прямо в рамках первого клапана вот это вот словосочетание «Боевой порядок» можно найти. Но разрешение экрана, значит, здесь плохое, поэтому там сложно прочитать этот «Боевой порядок». Ну, вот красненьким обведено как раз вот это самое словосочетание. Значит, мы нашли, значит, клапан. Мы нашли клапан. Теперь, значит, зафиксировали, да, вот соответствующий, зафиксировали соответствующий разворот. Шифруем дальше. Значит, наша показательная группа, значит, 424. Первые две цифры, 42, вот видите, в нижнем левом углу, позволяют мне на вкладыше найти столбец, который, значит, соответствует этим двум цифрам. Здесь указан диапазон, значит, от, значит, первому столбцу соответствует 0,1, 0,8, второму 0,9, 0,17, вот пятому столбцу соответствует диапазон, значит, 38, 47, 42 как раз в него попадает, вот в этот диапазон. Поэтому пятый столбец будет использоваться в качестве ключевого, значит, для зашифрования словосочетания боевой порядок. Вот мы этот вкладыш подкладываем в нашу таблицу, вы видите, справа подложен, так, чтобы вот этот пятый столбец у меня был виден. Я смотрю, напротив, значит, боевого порядка, что у меня находится. У меня находится, значит, число 4. У меня находится число 4. Вот это число 4 определяет, вот видите, вот здесь полосочки есть такие. Значит, каждая полосочка, в левой, значит, границе каждой полосочки число. Я должен найти вот так вот полосочку, на которой число 4 находится. Вот я ее, значит, листаю и долистываю до полосочки, на которой находится число 4. После чего у меня, обратите внимание, у этой полоски двойное назначение. Во-первых, эта полоска у нас определяет одно из шифровых обозначений, а потом, смотрите, вот здесь, вот еще на этой полосочке, она разделяется по две цифры, справа налево. И, значит, вот эти цифры, которые на этой полосочке находятся, 6, 0, видите, там, значит, что там, 9, 5, да? 9, 5. Значит, 6, 0 записывается на первый клапан, 9, 5 записывается на второй клапан, значит, потом, что там, 5, 3 записывается на третий клапан и так далее. Но у нас первый клапан используется, поэтому у нас, значит, вот используются цифры 6, 0. Вот, вот сюда вот они вот подписываются, вот эти цифры. Ну, и у нас теперь все готово к тому, чтобы, значит, получить, значит, кодовое слово из трех цифр, кодовое слово из трех цифр, которое будет соответствовать, значит, вот этому словосочетанию боевой порядок. Шестерку мы вычитываем, значит, вот отсюда. Мы можем взять и 6, и 0, на самом деле это не важно. Вот на этом клапане, да, можно, по-моему, разместить и 6, и 0. И что мы туда поместим? Это не важно. А любую из этих вот двух цифр. Значит, вторая цифра, вторая цифра, это четверка. Эту четверку мы берем, значит, вот из этого самого столбца. А третья цифра, это вот эта единичка. Это вот эта вот, на самом деле, единичка. Как расшифровать? Да, и теперь мы понимаем, что 641 означает боевой порядок. Вот эти вот, значит, 424 в начале шифр текста. Это просто служебная комбинация, с помощью которой мы все шифруем. А, собственно, сам текст начинается, значит, вот с этой, вот со второй трехзначной группы. Значит, 641 – это вот числа, цифры, которые мы извлекли вот по тому правилу, которое сформулировали. Вот. Ну, как расшифровывать обратно? Более-менее понятно. Значит, в шифр тексте вот это число, значит, присутствует, да? 42 нам известно. Нам понятно, как вкладыш подложить, да? Под нашу таблицу. После того, как мы его подложили, значит, этот вкладыш под нашу таблицу, мы на самом деле видим сразу же автоматически, значит, номер клапана, значит, из этой группы, да? Вот здесь его отыскиваем, да? Номер клапана. Значит, по второму числу, по второму числу мы определяем, значит, по второму числу, по четверке мы определяем номер строки, по, значит, третьему числу мы определяем номер столбца. На пересечении будет находиться наша вот эта группа, боевой порядок, наше словосочетание, боевой порядок. Мы с вами поняли, да, что это, в общем, не такое простое дело, достаточно трудоемкое, да? Второе задание с шифрованием данных на карте. Это очень важно, карта очень важна в боевых действиях, значит, с неё всё начинается, и ей всё заканчивается. На ней, значит, по карте, значит, производится планирование боевых действий, и, собственно, значит, ведётся управление боевыми действиями. Перелесните, пожалуйста, слайдик. Карты, значит, достаются большим трудом, значит, вот та карта, которая у вас лежит, это, на самом деле, кусочек плана Берлина, который, значит, был, вот кусочек реального, ну, естественно, распечатка, не тот листочек, который был во время войны напечатан, но это его копия. Так вот, вот этот план Берлина, он достался большой кровью. Специалисты, которые могли его сделать во время войны, были только в Ленинграде. В 1943 году создавался вот этот план в условиях блокадного Ленинграда. Люди недоедали, люди погибали, но делали вот эту карту. И эта карта использовалась в последующем, при штурме Рейхстага. Давайте перелеснём тоже слайдик. Ну, здесь я перечислил, значит, способы обеспечения безопасности передачи картографических данных. Перелесните ещё слайдик. Вот, значит, один из способов, это, значит, карта ориентиров. Видите, карта, на которой, значит, вместе с чёрными обозначениями присутствует красное обозначение. Чёрное обозначение реальное, пунктов, значит, городов. Красное обозначение, ну, это, значит, ну, будем так говорить, случайно созданное обозначение. Когда мы с вами, значит, пытаемся передавать, значит, объекты какие-то, значит, хотим информацию по этой карте передавать, мы используем вот эту карту ориентиров и вместо реальных, значит, названий читаем то, что написано красным цветом по телефону. Тем самым, значит, противник не понимает, значит, какую реальную картографическую информацию мы передаем. Перелесните, пожалуйста, слайдик. Будем пользоваться ориентированным кругом ОК-2. С помощью этого круга, значит, кодируются точки на карте. Кружок, значит, вот чертёж этого круга, значит, снизу на зелёном фоне приведён. Мы видим с вами, значит, окружность, мы видим с вами окружность, значит, с тремя прорезями, с тремя прорезями. Прорезь А, прорезь В и прорезь В. И имеем ещё мы вращающуюся линейку. Имеем мы ещё вращающуюся линейку. С помощью вот этого прибора мы будем создавать, значит, шифруемые группы, шифруемые группы. И, значит, давайте посмотрим сразу как. Следующий слайд, будьте добры, начало. Вот у нас имеет место быть карта, у нас имеет место быть дата, когда мы существуем, но я здесь сделал это все для даты 1 мая. У нас имеет место быть инструкция, у нас имеет место быть расписание ключей и ключевая таблица. В ключевой таблице перечислены географические названия, которые у нас будут опорными ориентирами. Смотрим на нашу карту, на нашей карте мы видим географическое название панков, это самое географическое название будет у нас опорным ориентиром. Почему? Потому что оно недалеко расположено от этого пункта, который у нас обозначен зеленым флажком. Нам нужно будет зашифровать его положение. Давайте кликнем, значит, вот этот пункт панков мы будем использовать в таблице ключевой. Давайте еще раз щелкнем. У нас, значит, используется 1 мая, поэтому мы будем использовать для совмещения с ориентиром окошко А нашего устройства. Обратите внимание, как все совмещено. Значит, первая буковка вплотную, значит, расположена в левом нижнем углу нашего вот этого прямоугольника. Первая буковка в левом нижнем углу прямоугольника. Ну а дальше у нас вырез идет строго по обрезу, значит, вот этого самого названия. Теперь, значит, берем, прикладываем линеечку так, чтобы она, значит, у нас прошла через, значит, интересующий нас пункт, вращающуюся линеечку. Дальше, значит. Дальше смотрим, значит, первое число, первое число нам задает, значит, второй столбик в нашей таблице ключей. Вот. Соответственно, значит, у нас напротив Панкова, да, состоит двузначная комбинация 0,5. Она у нас будет, значит, входить, значит, в начало нашей, значит, кодовой группы. Дальше. Дальше смотрим, значит, где наша линейка пересекает кодовый круг. На кодовом кругу у нас, значит, нанесены деления 360 штук от 115 до 400, значит, там, 115 плюс, значит, 359, это у нас, значит, сколько было? 474, да? Вот, значит, вот здесь, да, вот здесь эта линейка пересекает круг, значит, в делении 453. Вот эта самая, значит, группа 453 будет следующей частью нашего кодового обозначения для вот этого пункта на карте. Дальше мы смотрим, значит, где у нас, сколько у нас миллиметров от центра круга до, значит, нашего вот этого, значит, объекта. 92 миллиметра дает нам, значит, следующие две цифры. Таким образом, вот этот пункт на карте будет у нас с вами зашифрован, значит, комбинацией 05, 453, 92. Значит, ну, все это достаточно трудоемко, все это достаточно трудоемко, но, тем не менее, значит, в условиях ведения боевых действий этим приходилось заниматься. После, значит, войны криптография стала бурно развиваться, в криптографию привлекли вот именно тогда настоящих математиков. И сейчас криптография — это один из двигателей математики. Это криптография, это та наука, которая ставит перед математикой настоящие задачи, и один из двигателей вычислительной техники. Значит, вычислительную технику двигают, что у нас вычислительную технику двигают? Игрушки, потому что нужно быстро, да, двигать изображениями. Значит, вычислительную технику двигает прогноз по погоде, потому что для того, чтобы предсказать погоду, нужны очень мощные вычислительные средства. И криптография. Самые мощные, значит, компьютеры среди современных используются для криптографии. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok